Всем привет любители веселья, с вами Профан. И с момента показа первого комбат пака прошло уже несколько дней. То есть вы понимаете, еще сама игра не вышла, а нас уже радует первым комбат паком. И я бы хотел его обсудить вместе с вами, так сказать, высказать свои мысли, мнения и предположения. Поехали! Нам предоставили как трех гостевых персонажей, так и три обычных. И я буду о них рассказывать в порядке их появления в трейлере. Первый это гостевой персонаж, Omni-Man. И я был в небольшом шоке, ведь он впервые предстает перед нами в 3D обличье. И я могу рассмотреть его 3D усы. Да, были фан-арты, но в таком масштабе он появляется впервые. Он пришел из мультсериала на Amazon Prime, Неуязвимый. И я его смотрел. Очень зашел, скоро второй сезон. И есть просто одно насторожение, что Omni-Man слишком силен для вселенной МК. Хотя что там говорить, если обычный полицейский страйкер может на равных сражаться с Шалканом, например. Так что этот минус отпадает. Далее нам показали Ермака. И вот вы, когда в первый раз смотрели трейлер, узнали в нем Ермака? Вот серьезно. Я, например, нет. И только потом я понял, что это он. Типа, что это за зомби? И ноль от старого Ермака. Я очень надеюсь, что в игре будут альтернативные костюмы, а иначе все. На данный момент это мой самый нелюбимый перец из Комбат Пака. Идем дальше. Икста. Может никто и не заметил, но нам показали миротворца в трейлере. Я просто уверен, что это Warner Bros. попросили его туда добавить. Ведь как бы Warner Bros. и владеет Незерами. Я тоже смотрел сериал про его. Годные. Всем советую. И классно, что сохранили лицо Джона Сины. Но про миротворца так мало говорят в этом трейлере, что странно. Ну, идем дальше. И вот про кого я меньше всего скажу, так это про Кванчи. Со времен МКХ он ни капли не поменялся. И в целом это даже хорошо. Обычно костюм, норм лицо. И ничего ему больше и не нужно. Еще один перс из МК это Токеда, который вслед за Ермаком тоже изменился. Но здесь в лучшую сторону. Прикольная маска и технологичный костюм придают ему некий шарм. Да и в новой хронологии он был моим любимым персом. Просто интересно, он так и останется сыном Кенши или нет? И последний костевой перс в Комбат Паке это Хоумлендер. Его ждали больше всех. И это неудивительно. Я тоже являюсь большим фанатом сериала Пацаны. У меня даже есть комикс Пацаны Омнибус. Офигенная вещь. Интересно, как они обыграют его способности. В том смысле, что в Паке есть и Омнимен. И по своей сути это два перса, похожих на Супермена. Просто хочу посмотреть на их отличную друг от друга боевку. Единственный минус, что он сам выходит только весной 24-го года. Так что ждать еще долго. Общий вывод. Комбат Пак классный. Претензия только к Ермаку. И если первый Комбат Пак полностью совпал со сливами, что были до трейлера, то и второй полностью совпадет. На этом все. Если вам понравился данный ролик, то не забудь поставить ему свой лайк. И напиши в комментах, про что мне сделать следующий. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok